Так, Софья Калинина, железо 5, гемоглобин 117, ферритин 5, и так уже 5 лет ничего не сдвигается. Ну, аналогичная картина, да, когда депо невосполнимо, то есть это сидропиния, там скрытый дефицит железа, как угодно. То есть здесь тоже профилактические дозы до нормализации всех показателей. Ну, тут 117 гемоглобин, мы не знаем норму, потому что в лабораториях они разные, но как минимум это нижняя граница нормы гемоглобина. Но тут, мне кажется, дефицит железа совершенно очевидный, и скорее всего он никак не компенсировался лекарственным образом. Либо можно предположить, естественно, да, мы же не знаем, что с пациенткой, если она к нам обратится, мы с ней поговорим и разберемся. Но очень часто такие пациентки идут на очень низких дозах того же трехвалентного железа или той же тотемы по одной ампуле в день. И этим восполнить дефицит железа невозможно просто. Но они все сами для себя выбирают низкие дозы и считают, что так будет им хорошо. И пять лет вот они мучаются, а железо не восстанавливается. Невосстановимость железа, ну, это практически исключенный вариант, поверьте нам, да. Ну, наверное, все бывает, но это крайне редко. Продолжение следует...